По предварительным прогнозам, в прошлом году количество выпускников по медицинским специальностям составило 23 тысячи человек. Приблизительно 20% или каждый пятый выпускник не идет в практическое здравоохранение. Остальные же выпускники идут на те специальности, где есть переизбыток. Кроме того, ежегодно из сферы здравоохранения уходит порядка 8% специалистов. Таким образом, ежегодный отток составляет 22-25 тысяч специалистов. В стране кадровые проблемы в медицинской отрасли. Об этом говорит Минздрав. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии работает Александр Векер. У нас в гостях доктор медицинских наук, доктор исторических наук, зав. кафедры истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государства медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Балалыкин. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Александр. Спасибо за приглашение. И кандидат медицинских наук, педиатр, неанатолог Вера Раш. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Александр. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашей беседе по телефону 65 10 99 6, код города 495. Устраивает ли вас качество образования медицинских работников? Что бы вы хотели сказать по этому поводу? Звоните 65 10 99 6, код города 495. Или пишите нам на сайт finam.fm на страничку программы Paradox. Ну, господа, сначала мне бы хотелось понять вашу оценку ситуации в медицинском образовании. Потому что очень много критических замечаний звучит и в прессе, и на телевидении. Как бы вы оценили? Ну, возьмем, допустим, пятибальную систему, шкалу. Что бы вы могли сказать, Дмитрий? Я бы оценил по пятибальной шкале на твердую четверку, безусловно. Но позитив заключается в том, что, мне кажется, в общем, есть четкое достаточное понимание, что нужно сделать, чтобы была пятерка. И вот те проблемы, которые вы обозначили в своем вступительном слове, касательно тока кадров и так далее. Это Минздрав обозначил. Я взял фактически справку Минздрава. Видите, эти проблемы, они все достаточно многосложные. Придумаю один пример. Вот в первом меде, где я имею честь трудиться, есть фармфак. То есть специалисты по фармакологии выпускаются. Очевидно совершенно, что большая часть из них, закончив университет, туда устраиваются куда? В бизнес. При этом учатся они за бюджетный счет. Ситуация совершенно странная. То есть государство, в котором нет лишних денег, очевидно, за свой собственный счет готовит специалистов для фармкомпаний. А фармкомпании вообще не участвуют в учебном процессе? Они не обязаны. Выходит готовый дипломинный специалист, у которого есть варианты заниматься научной деятельностью, идти в научно-исследовательский институт, работать на аптечной сети и так далее. Или вариант устраиваться на приличную высокоплачную работу в какую-нибудь, скажем, купленную остальную фармкомпанию, которая работает в России. Поэтому идеи, которые сейчас звучат, связанные с возрождением системы распределения, я бы назвал это необходимостью более четко считать деньги. И об этом, кстати, неоднократно. Ректор наш, вот выступал первого меда, профессор Голубочка Петр Витальевич, эти мысли в экспертном сообществе высказываются. Они очень здравые. Либо человек платит за свое образование, как в любой другой стране, тогда он им дорожит. Либо он получает обозвание от государства. Бесплатно. Значит, тогда он должен что-то сделать для государства и поработать для него. То же самое проблема касательно лечебных специальностей и дефицита кадров сельских врачей, участковых и так далее. Проблема решается достаточно четко и достаточно быстро. Она решалась в Советском Союзе достаточно четко и быстро. А сейчас в нынешних реалиях... Контракт. Контракт сейчас как раз проще, чем в Советском Союзе. Есть финансовые обязательства. И это же тянет за собой целую цепочку вопросов. В качестве образования, материно-техническая база, зарплаты преподавательского состава и так далее. Это просто одна из иллюстраций. На самом деле, что важно? Важно ведь не то, что есть проблемы. Они, естественно, есть. Они в любом случае есть. Экономика развивается, образование развивается, как отрасль в целом экономики. Вопрос заключается в том, есть ли решения. И они, безусловно, есть. Они, безусловно, есть. Те решения, которые сейчас озвучивают... Ну, вот это одна из проблем, одно из решений. Проблемы-то очень много самых разных. Самых разноплановых. Вопрос, например, скажем, научной работы, научной конкурентоспособности нашей образовательной системы. Тоже сейчас ставится вопрос о развитии вузовской науки. Ужесточаются требования по линии высшей статистической комиссии в плане защиты кандидатских и диссертаций, индексоцитирования, импакт-факторы. Это ведь вещи, лежащие на поверхности. Просто никто этого не делал. Никто не спрашивал никогда в этом смысле. А миры-то, они вполне понятные. И они, в общем, предпринимаются. Посмотрите. Вот перемен первого меда. Я вот четвертый год возглавляю кафедру. И мы видим очень быстрые перемены к лучшему. И очень быстрые решения вопросов буквально вот на ходу. Какие вопросы? Какие проблемы? Ну вот, из вышеупомянутых скажем, с точки зрения качества работы, с точки зрения повышения заработной платы, условия работы, требования тоже высокие. Ведь здесь же тоже, понимаете, мы должны тоже не забывать об очень важном, о таком негативном моменте, который сложился в 93-е годы. Традиция, так сказать, вот оттуда пришедшая, нищенство профессорского состава, узовских работников. И где-то некий такой консенсус. Да, вы делаете вид, что платим, вы делаете, что работаем. Это проблема была. И просто решить вопрос, дайте всем повысим зарплату в три раза, или в пять раз. Это же комплексный вопрос. Повышение требований, структура аттестаций. Приведу вам пример. История и философия науки, специальность, в которой Россия, в общем, не ведущая страна далеко. Фактически за 50 последних лет, впервые в этом году на базе первого МЕДа, мы собрали Всероссийское научно-методическое совещание. То есть собралось 55 вузов и медицинских факультетов. И мы просто подменялись мнениями с коллегами о подходах. Ведь в современное образование, и в Баланский процесс, мы об этом не забываем, Россия к ним присоединилась. Есть достаточно четкие требования к увязке фундаментальной науки и практических задач образования. Задачи выпуска новых кадров и включения их на вузовской базе в научную работу. Это серьезные вопросы, очень их надо решать. Давайте мы тогда подробнее об этом будем говорить дальше. Вера, ваше мнение. Что вы можете сказать о медицинском образовании нынешнем? Я так понимаю, вы же практикующий врач. Да, совершенно верно, я практикующий врач. Прежде чем перейти к проблемам, хотелось бы сказать о том, что сейчас, в настоящее время, практически каждый человек в какой-то степени является медиком. И связано это... Да, мы специалисты в любой отрасли. Да, и связано это, безусловно, с умением пользоваться интернетом. Но если по-серьезному, то какие бы сейчас стандарты новые бы не разрабатывались, все равно существуют проблемы, которые, я считаю, тянутся с советского времени и до сих пор остаются нерешенными. Так, например, вот в процессе обучения, когда студент учится, то нет четкого разделения по квалификации специалиста. То есть студент, обучающийся, у них нет четкого представления о своем будущем. Уже не говоря о заработной плате, о которой сейчас говорил мой коллега. О том, что до сих пор все-таки в нашей стране нет соответствия заработной плате специальности врач. А вот, например, я выпускница Воронежской медицинской академии, и 80 сокурсников моих с моего курса ушли в медицинские представители. То есть вот такая вот утечка кадров и такой вот дефицит. То есть вы подтверждаете эти данные, фактически, о которых я привел сам начал. Да, подтверждаю. И эта проблема усугубляется, на ваш взгляд? Ну, усугубляется, она есть эта проблема, усугубляется ли она, я не могу сейчас однозначно сказать, но, тем не менее, она существует. Вера, а вот я задал бы вопрос, может быть, подискутирую, может быть, я соглашусь с вами, но хотел бы я уточнить вашу позицию. Вот, вы сказали, советская нерешенный вопрос внутри вузовские, люди не знают, кем будут и так далее. Да, по квалификации именно, нет разделения четкого. Возможно ли в нашей специальности-то клинической, разве можем мы до старших курсов определить дальнейшие профессиональные планы? Мы же сами знаем, до старших курсов это изучение массовой узкой специальности. Вера, давайте вы подумайте над ответом, мы сейчас послушаем новости на Финам.фм, и я вам предоставлю слово, вы ответите на этот вопрос. Хорошо, и мы продолжим дискуссию. Вы слушаете программу «Парадокс», мы встретимся буквально через несколько минут. Я бы в доктора пошел, пусть меня научат. Вот тема нашей сегодняшней программы. У нас в гостях доктор медицинских наук, доктор исторических наук, завкафедра истории медицины, истории отечества и культурологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Блалыкин и кандидат медицинских наук, педиатр, неонатолог Вера Раш. И мы хотели бы услышать ответ от вас, Вера. То есть я думаю, что вы лучше повторите вопрос, да, Дмитрий, чтобы наши слушатели, которые только присоединились, услышали этот вопрос. Да, Александр, спасибо. Я бы попросил коллегу уточнить ее взгляд на нерешенность проблемы мотивации студентов, и в особенности вот эту ремарку связь с советским периодом. Мне, например, советская система образования очень медицинского нравится, мне кажется, почти идеальной, как она была тогда. Спасибо за вопрос. Я имела в виду, что нет четкой нормативной базы по квалификации специалистов. То есть, допустим, клиническая ординатура, вот студент, будущий врач, проходящий клиническую ординатуру, он ее проходит в одном клиническом учреждении, да, и, соответственно, он обучается там по нормам этого клинического и правилам этого клинического учреждения. Оценить качество готовности его очень сложно, вот, и это как бы еще одна проблема. И, значит, то, что невозможно четко оценить уровень квалификации специалиста, потому что, ну, всем известно, что существует такое понятие врачебной специальности как категория, вот. И вот это вот понятие, оно очень формально, оно косвенно, то есть касается профессионализма, в котором учитывается, что должность, стаж и ученая степень, да. А вот определение уровня, да, квалификации специалиста, то есть мне бы хотелось, чтобы в послевывозовском, да, вот образовании в постдипломном уже на протяжении всей трудовой деятельности у специалиста бы определялся уровень его квалификации дальнейшей, чтобы он соответствовал определенным нормам и требованиям, да, и, может быть, даже сдавал... А кто эти нормы и требования мог бы выработать, с вашей точки зрения? А, ну, я думаю, что... Они наверняка существуют, мировые-то есть. Я думаю, что вот как раз их нужно и вырабатывать, эти нормы и требования. Давайте, тонкий вопрос. Да, давайте мы в этот тонкий вопрос по поводу квалификации, мы его продолжим чуть позже, к нам просто уже звонят наши слушатели, вот НСС хочет с нами переговорить, давайте его выслушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я врач, врач-организатор, к сожалению, бросил медицину, ну, так получилось, и в первую очередь из-за того, что невозможно было нормально кормить свою семью в начале 90-х. Но здесь вот уважаемая коллега говорит о системе, или там, квалификационных каких-то нормативов, они были в советские времена, они довольно четко работали, и наша медицина советская, к сожалению, была разрушена таким образом, что никто ничего не понимает сейчас, что творится. Единственный недостаток советской медицины, это было не надлежащее финансирование. По остаточному принципу, мы все это знаем, это уже как вот съемок, но система работала, и эту систему разрушая, ничего взамен не предложили. Но, что касается качества врачей, качество врачей, это сколько они получили положительные рецензии, скажем, со стороны больных, сколько к ним ходят больные. Вот это и есть реально то, чем может гордиться врач, и то, чем потом, кстати, во время квалификационных этих комиссий, и учитывалось, сколько они делали сложных операций, допустим, хирурги, или какими, ну, другие специалисты владеют методами лечения. Поэтому это все надо просто восстановить и привести как бы в соответствие с современным требованиям медицины, современным возможностям наших врачей пользоваться последними новостями или хорошей аппаратурой. Я думаю, что больше ничего не надо, финансирование, больше ничего. Врачи у нас очень умные, врачи у нас очень хорошие. Ну, по большому счету, вот то, что вы говорите, НСС, это и есть главное, да, о чем вы хотели сказать. Врачи хорошие. У нас врачи умные. Я работал, вы знаете, я работал во время землетрясения в спитаке в Армении, работал с очень многими иностранными специалистами. Ну, так получилось, что я работал именно в этом направлении, по внешним связям. Вы знаете, как говорят, небо и земля. Наши врачи очень умные. Понятно, понятно. Спасибо вам большое за звонок. 65 10 99 и 6, код города 495. Или пишите нам на сайт финанс.фм на страничку программы «Парадокс». К сожалению, мои сегодняшние гости не совсем услышали то, что говорил НСС, но вкратце могу передать следующее. Он сказал, что наши врачи достаточно хорошие и очень хорошие, и квалификации их достаточные. И поэтому говорить о том, что необходима какая-то новая квалификация, ну, несколько неуместна. Я не знаю, насколько вы согласны с этим или нет. Да нет, процесс совершенно бесконечен. Спасибо радиослушателю за высокую оценку. Говорю без тени и улыбки. Врачи действительно хорошие. Он сам врач. Безусловно. Вы сейчас, кстати, хорошо слышите то, что я говорю? Нет? Нет? У вас, да? Ну, понятно, я понял. То есть у вас тоже проблемы с наушниками. Я ничего не слышу. Да, да, да. Немножко есть. Видите, вопрос-то заключается в том, что процесс совершенства бесконечен. И все-таки очень динамично меняется общество, и очень динамично меняются экономические ситуации тоже. Да, ведь, посмотрите, вот симптом тоже очень интересный, который важен. В общем, даже пять лет назад невозможно было себе представить, что настолько определенно будут говорить и принимать даже организационные решения с точки зрения равной конкуренции частных клиник и клиник государственных. А ведь сегодня это институт Ализимова, да? То есть, по идее, квота, которую финансирует государство с точки зрения обеспечения гарантии бесплатной медицинской помощи, на нее в порядке конкурса может принадлежать и частные клиники государственные. В Москве сегодня дальше всех подвинулись уже концессионные программы, там, больничные, там и так далее. Это создает разумную конкурентную среду. В этом отношении нас принято ругать государственную поэтику зачастую, да? Я думаю, что очень своевременное решение, очень принимается, очень своевременное движение идет. Просто порой в другом. Вопрос еще также и в самой врачебной среде, потому что тут вопрос, о котором говорит Вера, оценок, после дипломных, значит, квалификационных. Не будем забывать, что в США, во многих европейских странах самоорганизующиеся вот эти вот, да, клубы профессионалов, то есть профессиональные ассоциации, там, AMA, American Medical Association, это небоскреб 20-этажный, там, огромный аппарат, и колоссальную часть вот этого нормотворчества профессиональные ассоциации берут на себя. Это вот тот резерв, который нас совершенно не использовал. А почему у нас это не работает? Нет этой системы. Ну, вы знаете, и субъективные причины тоже есть, да, и есть и объективные причины, потому что это никогда не было развито, да, и все-таки госфрегулирование имеет большое значение, да, и субъективные тоже, потому что все-таки порой в силу личных каких-то моментов профессиональным ассоциациям трудно обедняться. Посмотрите, по многим очень направлениям. У нас несколько ассоциаций онкологических. То есть спорят врачи, да? Спорят друг с другом. Великие спорят, особенно любители. Лидеры. У нас несколько общественных доскопистов, у нас хирургических обществ в России, я не знаю, сколько посчитать. То есть нет порядка в отрасли. А вы, кстати, как раз в США и существуют вот те самые нормативные критерии по квалификации специалистов. Я знаю, не только в США, и в Германии существуют. Да, да, да. Поэтому они нам по-любому необходимы, мне так кажется. Да. Так, ну, к этому идет. То есть, понимаете, надо обучаться не навсегда, не на всю жизнь, а идти в свою трудовую деятельность через всю жизнь, да, вот это вот. Да, вне всякого сомнения. Более того, вот буквально последние впечатления, у нас вот последний ученый сайтов первого меда, да, заслушивалась огромная программа, там, доклад почти получасовой, подробнейшая, совершенно огромная программа реформы постдипломного образования. Очень сложная, очень высокодифференцированная, задача, в конце концов, адресная, потому что, ну, конкуренция, ну, куда деваться-то? Надо и, соответственно, предлагать на образовательном рынке продукт, который будет, безусловно, бить в самую десятку вот развития отрасли завтра. Ну, вот мы говорим о том, что люди, вы, по крайней мере, Дмитрий, так сказали, студенты, учатся за бюджетные деньги, а потом они... Многие. Да, многие. Потом они переходят и работают в частных компаниях или в больших фармацевтических компаниях. Государство, по большому счету, не должно вкладывать тогда... Не должно. Сколько бюджетных мест сегодня? Я могу ошибиться, я могу ошибиться. Их, безусловно, большая часть... У нас по факультетам просто факультетов много. У нас с каждым годом уменьшается это количество, да? Судя по той информации, которую мы получаем, средства массовой информации, это количество уменьшается. Это так? Нет. Это не тенденция. Это не тенденция? Это не тенденция. В первом медиа, в медицинском образовании это не тенденция. Вы не забывайте вот о чем, что медвузы вообще на особом положении, потому что медвузы — это и Минздрав, и Минобр, да, и, прежде всего, Минздрав. Вот. Поэтому в этом смысле нет. Более того, есть ЕГЭ. Есть ЕГЭ, и балл, средний балл растет. Постоянно нас-то радует. Качество абитуриентов... В этом году, говорят, вообще шквал был у вас. Шквал был совершеннейший. И, конечно, качество абитуриентов улучшается, безусловно. Мы это видим, особенно, скажем, я, потому что кафедра, которая я имею в честь возглавляю, она младшекурсная. То есть она идут с анатомией, физиологией, гистологией. Это фундаментальная дисциплина. То есть мы видим первый, второй курс. Конечно, качество абитуриента существенно улучшается. И это конкурентное место, безусловно. И это, кстати, окружает. Потому что есть перспектива. Есть перспектива. Мы продолжим говорить сразу после новостей на Финам. ФМ. 65, 10, 99, 6. Код города 495. Мы ждем ваших вопросов, уважаемые слушатели. Мы продолжаем разговор о медицинском образовании в России. Попытаемся сегодня сравнить качество медицинского образования в России с европейским, американским. Если у вас есть вопросы по этому поводу, пожалуйста, звоните по телефону 65, 10, 99, 6. Код города 495. Либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Я напомню, что у нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, доктор исторических наук, завкафедры истории медицины, истории отечества и культурологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Балалыкин и кандидат медицинских наук, педиатр, неанатолог Вера Раш. Мы с вами заговорили о бюджетных местах. Вы говорите мне о том, что медицинские вузы находятся, ну, скажем так, в некой другой стороне. Ну, дайная подчиненность. Да, тем не менее, вот качество очень у многих наших слушателей, читателей газет и так далее, то есть обычных россиян, которые пользуются медицинскими услугами, они зачастую жалуются. Да, мы видим по острым репортажам, которые идут по телевидению, да, то есть мы говорим о том, что качество оставляет желать лучшего. Больные зачастую, если у них какие-то серьезные заболевания, предпочитают уезжать за рубеж, конечно же, если есть возможность оплатить это лечение. Но, тем не менее, это говорит о том, что какие-то ключевые болезни мы не можем, да, вылечить здесь, в России. Почему? При этом мы говорим, у нас великолепное медицинское образование, у нас великолепный профессорско-преподавательский состав. Почему вот этот парадокс все-таки есть? Почему он существует, Дмитрий? Ну, Александр, ключевые заболевания, у него так непонятно, что конкретно мы не можем лечить. Онкологические заболевания, например. Онкологические, хорошо, принимаю ваш вопрос насчет онкологических заболеваний. Да, вы специалисты в этом, я знаю. Смотрите, смотрите, значит, вот давайте ссылка с заболеваниями разберемся. Значит, во-первых, все стоит денег в экономике, медицина стоит больших денег. У нас бесплатное медицинское образование. А вот, кстати, один из вопросов, куда уходят деньги, да. Значит, ну не должен быть, я могу, я выражаю собственное мнение, да, но мое мнение, я абсолютно убежден, что если человек, закончивший медуниверситет, за госсчет идет работать в частную компанию, его счет за образование должен быть компенсирован, да. Хорошо, но не ушел он, он работает в государстве. Насчет онкологии вы сказали, давайте с онкологией разберемся. Значит, все стоит денег, медицина стоит больших денег, а в медицине, пожалуй, онкология стоит самых больших денег, да. Ведь какая-то ситуация, вот на данный момент, общеизвестно, что онкология клиническая, это триада, да, то есть это хирургия, химиотерапия, лучевая терапия. Значит, лучевая терапия. Основу корпуса для обороны лучевой терапии составят сегодня линейные ускорители, да, большие тяжелые аппараты, которые дают этот самый пучок, которым облучают пациенты. Стоимость там в интервале там 150-300 миллионов рублей, да, то есть 5-10 миллионов долларов эти системы стоят. Значит, критерии ВОЗ, ВОЗ, то есть в связи с ним организация здравоохранения, это для третьих стран, это не для США, да, не для Голландии. Три аппарата такого плана на миллион населения. Значит, в Голландии законодательно, не приказом Минздрава каким-то законодательно, парламент голосует, 1 на 250 тысяч человек. Сейчас на 150 они понижают квоту. То есть вопрос обеспеченности, доступность, медицинской помощи, то, что называется на языке теории здравоохранения. Именно поэтому это платная ускорительность. Значит, в России нет, она, во-первых, в России бесплатная, да, но для этого нужно насытить эту картину. Вот у нас 6 лет работает федеральная программа «Онкология». Значит, до сединия 2000-х годов в России на всю страну не более 20 машин линейных ускорителей. Это очень мало. Это чудовищный провал, который сформировался в конце 80-90-х годов. Причем там еще индустриально-технологический провал, потому что тогда, когда в мировой промышленности, мировой индустрии медицинской наметился вот в этом плане технологический прорыв, потому что сегодня то, что мы можем говорить, мы можем говорить о радиохирургии. То есть целая этнозология, там, предстательная железа гортань, молочная железа, периферический рак легкого, это радикальная лучевая терапия, возможно, не вдаваясь нюанса, там, типа, пухарей, там, и так далее. То есть вместо хирургического радикального лечения, где возникает адювантная, то есть дополнительная химия и лучевая терапия, лучевая терапия радикальный метод лечения уже сегодня, то есть колоссальный технологический прорыв. В это время Россия переживала 90-е годы, начало 2000-х и так далее. И у нас нет этих специалистов, или они есть, но их очень мало. Соответственно, это же невозможно пропасть, два шага перепрыгнуть. Значит, в последние 5-6 лет многократно возрос уровень обеспечения материально-технической базы. У нас сегодня таких машин, там, на столе около 100, там, разных производителей, да, это все очень мало. Соответственно, лучевых терапевтов, значит, нужно подготовить, медицинских физиков колоссально нужно подготовить. В 5 лет отставание копившееся 20 лет очень сложно компенсировать. Мне рассказывали буквально вчера гости в этой студии о том, что в Твери, в каком-то медицинском учреждении, государство купило какой-то аппарат, очень дорогостоящий. Он таки стоит на складе, потому что не специалисты, которые могли бы обслуживать этот аппарат. Я думаю, не только... С такого рода вещами ведь тоже сталкиваются сейчас очень многие. Это вопрос управленческих решений. Здесь нет никакой трагедии, никакой катастрофы. Надо просто управлять правильно. А для больных. То есть параллельно, параллельно, даже сейчас вопрос. А никто не умеет им пользоваться. Нет, это вопрос сейчас параллельно. То есть принятие решения о покупке, оно проводится с кадровыми решениями, заходят специалисты на обучение. Это все возможно. Сколько нужно денег для того, чтобы у нас можно было лечить всех пострадавших, скажем так, больных? Всех нельзя лечить нигде. Почему? Даже в Америке богатые, даже в Голландии богатые. Есть стоимостные резервы. Есть аппарат протонной терапии, так называемые адроны или протоны. Он стоит 200 миллионов евро этот комплекс. Его каждому... Ну не каждому. Я имею в виду для того, чтобы в каждом регионе была возможность в России... Я думаю, что если говорить конкретно об онкологии, то еще 5 лет онкопрограммы, которая сейчас продолжается, 5 лет она реализуется, еще 5 лет, и этот уровень будет вполне адекватный абсолютно во всех регионах Российской Федерации. В некоторых, скажем, Казань, Челябинск, вот там просто реально топ, которого не во всякой Европе найдешь. Регион богатый. Да, потому что это... Регион богатый. Федеральные деньги в значительной мере проверьте. Но у меня есть вопросы к педиатрам тоже, Вера. Да. Вот я, как отец троих детей, сталкиваюсь с педиатрами, как вы понимаете, часто. Да, понимаю. Да, и я сталкивался за вот эти последние 20 лет с неквалифицированным педиатром, которые просто вводили меня, ну, я не хочу говорить за нас, но, по крайней мере, они мне ставили, не мне, а моему ребенку, неправильный диагноз. И были последствия. В этой связи я могу сказать, что у нас педиатрия, то есть у меня отношение, по крайней мере, к педиатрам, сугубо отрицательное. Я был вынужден найти хорошего педиатра. Я вот срабатывала вот это сарафанное радио, да, я искал этого врача. Это знакомо, да. Да, вот. Если вам это знакомо, это же катастрофа. Вот на самом деле. Вы понимаете, дело в том, что вообще хороший специалист и хороший врач — это редкость, действительно. Не потому, что это редкость именно для нашей страны, для России. Я думаю, что здесь, как сказать, здесь все... Вы хотите сказать, что в других странах тоже редкость хорошая специалиста? Нет. Ну, почему? Вы понимаете, что везде есть свои отрицательные положительные моменты. Они есть, как и в России, они есть, как и за рубежом. И у специалистов, зарубежных специалистов, есть свои минусы. Вот, поэтому, например, у зарубежных специалистов, например, если убирать педиатров, то там нет такой системы, как в России. Это постоянный приход на дом. То есть, как бы у нас развита семейная педиатрия, участковая, в частности. Такого в зарубежной педиатрии нет. А что касается, что вы не можете найти хорошего педиатра... Я нашел уже. Уже нашли. Я вас поздравляю. Несколько лет пользуюсь услугами, и пока никаких нареканий нет. Вы понимаете, я думаю, что... Но это редкость, на самом деле. Очень тяжело найти хорошего педиатра. Вы знаете, я здесь все-таки стану защитой педиатров, потому что я думаю, что в каждой области медицины, будь это педиатрия, терапия, да, вот если вы сейчас здесь, мы говорили о терапевтах, или говорили о кардиологах, там тоже, как и в любой, да, специальности в области есть хорошие специалисты, есть специалисты не квалифицированные. Семей не без урода, я знаю. Да, вы понимаете, и поэтому здесь, я думаю, что проблема, которая идет... Вот мы сейчас очень много рассуждали, говорили о поступлении в медицинский вуз, о большом конкурсе, да, о престижности этого вуза. Но в этом... Не каждый попадет. Да, в этом контексте мне бы хотелось сказать, что я так, я думаю, и я думаю, что это должно быть обязательно, да, должна быть единая система взаимодействия общеобразовательного учреждения и высшего учебного. В чем она должна быть соблюдена? А должны быть разработаны критерии, критерии, определяющие готовность и желание стать врачом еще в школе. И это прежде всего касается... Профориентация у нас была в свое время. Да, совершенно да. Прежде всего это касается старших классов. То есть педагоги совместно с психологами, педагогическая, да, и психологическая служба должны способствовать развитию индивидуальных качеств школьника, раскрытия его талантов, стремлений. Может ли он, да, лечить? Да, то есть поддержать и поспособствовать, да, вот этому желанию овладеть то ли иной профессией, в частности, овладеть профессией врача, да, и разработать некоторые, некие такие критерии индивидуальной готовности школьника, да, к поступлению в медицинский институт. То есть вот создание вот такой вот единой системы. Разработка таких критерий. Я считаю, что вот, я считаю, что это очень-очень необходимо и очень актуально сейчас. Давайте послушаем Вадима, который к нам дозвонился. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Да, что вы хотели сказать? Должен сказать, что я тоже имею высшее медицинское образование, хоть достаточно давно уже и не работаю в медицине. Но вопрос вот в чем. Вот давайте сравним нашу медицину и тому же самую американскую. В США на 8-10 человек приходится одна медицинская сестра в госпитале. Врач там вообще занимается сугубо диагностическими вопросами. И значит, соответствующим образом имеет достаточное время для самосовершенствования в плане литературы и всего остального. У нас, особенно если врач, так сказать, низшего звена, он бегает по участку как совраска. Ему не то, что литературу читать. Ему порой лишний раз больного посмотреть некогда. Это организация нашей медицины. Второй момент. Ну мы же в России живем. Мы же если сами себе трудности не создаем, значит нам дискомфортно. Возьмите, например, такую вещь, как переподчинение Академии медицинских наук Большой Академии. И состав, по сути дела, она вливается. Ну и что мы получим? Мы получим огромный административный барьер между институтами Академии и непосредственно, так сказать, практической медицины. Вот у нас получается так, что мы, по сути дела, крайне нерационально подходим к использованию тех средств, которые выделяет нам государство. Но у меня есть еще один вопрос. Да, если можно коротко, потому что у нас 30 секунд до новостей. К вашему заведующему кафедры. Да, пожалуйста. Я думаю, это будет интересно многим. Скажите, пожалуйста, если это можно, конечно, а сколько сейчас зарплат у заведующего кафедры в Москве? Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий, если можно коротко, либо мы перенесем ответ на этот вопрос сразу после новостей. Давайте после новостей, потому что я отвечу, во-первых, на последний вопрос. И хочется согласиться и не согласиться вместе с коллегой по поводу того, что он сказал. Да, комментарий очень интересный. Российская и зарубежная медицина. Конечно, конечно, да. Я напомню только нашим слушателям, что вы можете позвонить нам по телефону 65 1099-6, код города 495, или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Сегодня мы говорим о медицине. Мы сегодня говорим о медицинском образовании, о биоуровне. У нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, доктор исторических наук, зав. Кафедра истории медицины, истории отечества и культурологии. Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Дмитрий Балалыкин и кандидат медицинских наук, педиатр-неанатолог Вера Раш. Вот ответ на вопрос мы дадим чуть-чуть позже. Давайте мы услышим еще Андрея, который очень давно ждет. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, что вы хотели сказать? Я хотел сказать как раз по поводу предварительной подготовки врачебных кадров в школе, что все это можно было делать, пока у нас была социалистическая идеология, когда государство было социально направлено. Сейчас это сделать практически невозможно. Это первый комментарий. Второй, хотел как бы поговорить по поводу обучения и мотивации того, для чего люди учатся, в медицину идут. То есть люди идут в медицину для того, чтобы нести что-то благое. Но когда сталкиваются после 10 лет обучения с тем, что сейчас творят страховые компании, то есть к отношению к медицинскому работнику в целом со стороны населения, со стороны руководства. То есть у людей нет никакой мотивации. И все превращается просто в обычный рутинный труд, где надо выполнять бумажки и получать зарплату. Это второй комментарий. И вот третий буквально по поводу заграничной медицины. Ведь в развитом мире порядка 40% все равно не получают доступа к квалифицированной медицинской помощи, потому что страховки достаточно зарплаты. И поэтому говорить о том, что в развитых странах идет очень хорошее медицинское обеспечение всех слоев населения, достаточно будет лукавством. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот эти вот позиции. Спасибо, Андрей. 65, 10, 99, 6, код города 495. Так, мы начнем, наверное, с предыдущего звонка. Они, кстати, еще не пересекаются, мне кажется, Александр. И я думаю, что вот это очень верно, на самом деле, радиослушатели наши говорят, потому что вот я, картинка с выставки, будучи на научном конгрессе в Лондоне в июле этого года, я там зашел в приемный покой в очень крупном лечебном учреждении, глянул такое заявление. Мальчишка 5 лет, его папа привез на руках, он успел на гвоздь. И он с гвоздем в стопе сидит 40 минут, ждет, пока распишут его очередь к врачу. Васи, ты невозможешь себе представить. Понимаете, на самом деле, давайте скажем прямо, у общества глобально бешено высокая планка ожидания от медицины и здравоохранения как системы государственных гарантий. Нигде в мире, и совершенно прав Андрей, да, вот кто сейчас последний говорил, Андрей, совершенно прав Андрей, абсолютно. Нигде в мире, это корреспондируется, это наш вопрос, когда мы там будем все лечить за бесплатно и прекрасно. Никогда и нигде. Зачем берем на себя эти обязательства? Обязательства не берутся, берутся обязательства в госгарантиях, да, и госгарантии, и попытка, существует то, что у нас реально происходит политика социального государства с попыткой обеспечить максимальные госгарантии, связанные с обеспечением медицинской помощи, это так. Мы можем говорить о конкретных управленческих решениях, о конкретном порядке и так далее, стандарты мы обсуждаем этот вопрос, и все это понятно. Давайте смотреть на существовые вопросы. Нигде, ни в одной стране мира, в самых богатых странах нет возможности сказать, я вызвал врача, уже два часа, как он ко мне домой не пришел, я себя плохо чувствую. Ну, невозможно это. Амбулаторно-поликлиническая система, которая пришла к нам из Советского Союза, она в своей идее блестящая совершенно. Нет возможности у английского или немецкого пенсионера раз в неделю сходить в поликлинику, пообследоваться. У нас это норма. И возникает критика. Меня плохо пообследовали, ко мне плохо отнеслись, там и все прочее. Вот давайте изначально понимать, что та система медицинского обслуживания и госгарантии, которые существуют, она в принципе предполагает очень высокую планку отношения к пациенту. И здесь тоже совершенно прав один из звонивших, когда говорит о том, что статус социальной врача из-за этого порой не очень высок. То есть понимание медицины как сферы услуг, но за которую еще и платить не надо, тебя еще и поцеловать должны быть в лучшем виде, но ее боливар не выдержит никакой бюджетной. Это тоже надо понимать. Мне кажется, что здесь время пришло для такой очень широкой и откровенной общественной дискуссии. Начать, наверное, должны ее тоже профессиональные ассоциации, потому что политики это политики, они должны обещать, они должны стараться делать все, что возможно для избирателей, за них должны голосовать. Но вот экспертный анализ, он все-таки должен исходить из этого понимания. Но не обязано ни одно государство учить бесплатно 250 человек в год на речефаке. Не обязано, нет такого. Если оно учит, значит есть востребованность у этих специалистов. Второй вопрос. Хотелось бы больше экономического смысла. Мне казалось всегда, что сначала первый вопрос. Сколько нам нужно? Столько. Вот мы должны обучать именно такое количество человек. А если нам не надо, зачем вы их обучаете? Потрать мне это деньги. Структуру экономики и в том числе структуру предоставления медицинской помощи. Не услуг, мне это слово очень неприятно, потому что в медицине, а медицинской помощи. Потому что здесь возникает обслуживание. А этика в услуге? Обслужил и обслужил. Медицинская помощь все-таки. Тогда есть дело служения, тогда есть какие-то требования к врачу и все остальное. Все-таки мы из этого должны исходить. Вот та система, которую мы стараемся, с чем государство, обеспечить, и мы как пациенты все потенциальные, про педиатров, как говорили, у нас у всех дети и так далее. Вот этот вопрос очень существенный. Прежде чем четко понимать, что это очень высокая планка. недоступная в принципе ни американцу, ни британцу, ни немцу. Это очень важный момент. Но при этом страховая медицина, которая существует в той же Германии, она намного в высоком уровне. То есть на самом деле, если ты платишь страховку и используешь определенный пакет, ты можешь получить качественное медицинское. Что значит качественное? Вы не можете, когда у вас... Привожу пример. Значит, пять лет назад, на тот момент грудной ребенок, моя старшая дочка, значит, мы видим проблемы с гипотонией кишечника. Я затруднился, испугался малышу ставить газоотводную трубку. Я вызываю доктора, который приезжает, через час ее ставит. Это цена моего страхового полиса. Ни за какие страховые полисы вы не получите в Германии педиатра, приезжающего к вам в полперва ночи, который ставит газоотводную трубку. Это невозможно. Это просто невозможно. Поэтому, понимаете, это тоже очень такой тонкий момент. Точка отсчета, система, когда очень много говорит. Вот тут просто нет таких услуг, которые ты можешь получить. Оборотная сторона медали, конечно, не хватка средств их распыления, безусловно. Ну, понятно. Знаете, я соглашусь абсолютно с своим коллегой. Более того, хочу добавить, что в зарубежную, возьмем любую страну, допустим, Германию, доктор, врач, будь он там педиатр или терапевт, он не несет такую меру ответственности, он настолько защищен, законодательство настолько защищен, что действительно это позволяет ребенку с гвоздем, где он в стопе, сидеть в этой спокойности, сидеть в этой очереди. Понимаете, настолько... То есть у них нет... Мы же порвали бы родителей, развесли приемный покой. Как это так? Совершенно верно. То есть мера... Не всегда это удается порвать. Вот честно, не всегда. Попытались. Попытались. Нет, нет, нет. То есть они настолько не могут отойти от этой страховки никуда, ни в одну сторону. То есть настолько они находятся в этих рамках, и, соответственно, и доктор находится в этих рамках. И изначально, когда он обучается, он уже как бы абсолютно мотивирован на то, что он будет именно вот таким врачом. Давайте мы послушаем Ивана, который нас ждет. Иван, здравствуйте. Алло, здрасте. Да, что вы хотели сказать? Я вот тоже врач. Я вообще хочу сказать, что на самом деле, на мой взгляд, образование у нас медицинское по-прежнему на довольно высоком уровне. Потому что я учился еще совсем недавно, и, собственно, как бы и взяток у нас никто не брал из преподавателей. А где вы учились, простите, Иван? В РГМУ я учился. Вот. И, собственно, школа как бы такая чувствовалась, ну, прочная советская. От студентов требовалась только мотивация. Вот у студентов с мотивацией как-то фиговато. Ну, мы эту фиговатость и обсудили уже. Устройство нашего здравоохранения, то вот то, что сейчас появляется, как бы, вот как в лечебных учреждениях я наблюдаю, что такое впечатление, что просто выдавливают пациентов из госучреждений в коммерческие. В общем-то, а урезают, собственно, финансирование на медицину и плодят в бюрократию. Да уходят. Понятно. Спасибо вам, Иван, за звонок. 65, 10, 11, 9, 6, код города 14, 95, но, к сожалению, полторы минуты у нас осталось до конца. Но в завершение мы поставили четверку, да, нашему... Одна реплика, можно, Александр? Вот, если с тем, что Иван хочет сказать спасибо за хорошую оценку, у нас с ним сейчас очень важная мысль. То есть российская система медицинского образования уникальна тем, что она носит глубоко клинический характер. То есть студент учится у постели пациента, этого нет на Западе. Как это, в Германии чуть ли не с первого курса? Нет, 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 не надо, нет. Там очень много отличий. США вообще, я молчу. Вот этот юридизм, о котором Вера сказала, где, значит, там пациент тоже немножко лучше защищен, да, как и врач. И вот эта вот клиническая вот направленность, которая дает уникальные возможности в нашем медицинском образовании, мы ее не должны потерять, это очень важно. Да, Вера, вы хотели что-то тоже сказать, буквально 20 секунд. Да, я в завершение бы хотела сказать, что несмотря на перечисленные достоинства, недостатки медицинского образования, я бы хотела очень попросить, поступайте в медицинские вузы, нам нужны хорошие врачи. Я понимаю, благодарю вас за то, что вы к нам пришли. Я думаю, что вот этот отток, который сейчас существует специалистов, да, после того, как они заканчивают вуз прекратиться, и, возможно, этот процент, там 8%, порядка 8% специалистов, которые уходят сейчас в другие сферы, тоже. Александр, почти не конкурс-пермет об этом свидетельствует. Да, спасибо вам большое за то, что вы пришли. Это была программа «Парадокс». До встречи. Спасибо. Спасибо.